привет привет вы на канале зеленый огород с вами елена вот так выглядит моя рассада томатов которые я посеяла 4 января честно говоря сделала это впервые никогда так рано не высеваю но так как мы занимаемся теперь еще продажи семян я решила проверить на всхожесть томат который называется синий комнатный томат и вот семена все взошли пошел уже третий настоящий листочек поэтому я их сегодня буду уже пикировать в отдельные стаканчики очень часто мои подписчики пишут чтобы я показывала все что я делаю поэтому в этом сезоне я решила по возможности вам показывать действительно все посевы которые будут происходить в этом сезоне сегодня у нас 27 января эти семена горшечные я замочила 24 января сегодня я их уже буду высаживать семена в грунт если вы тоже хотите получить ранний урожай то уже можно приступать к посеву таких сортов сорта должны быть раннеспелые им должно быть примерно 80-100 дней можно высаживать вот такие горшечные я сейчас покажу что я выбрала в этом сезоне также можно высаживать некоторые гномы которые не выше 40 сантиметров но нужно учитывать что всю рассаду нужно будет досвечивать не меньше 16 часов в день чтобы она у вас была крепкая не вытянутая нужно будет сделать несколько пикировок нужно будет обязательно добавлять грунт так как питание конечно в таких горшочков очень мало для растения это просто не хватает даже если здесь будет одно растение поэтому я конечно буду делать несколько пикировок кто зашел впервые на наш канал хочу сказать что мы проживаем в пермском крае город перм это урал вот такие сорта я выбрала в этом сезоне для горшечного выращивания а также некоторые из них буду высаживать в ноги к высокорослым томатам в прошлом сезоне я это делала мне это очень понравилось получается довольно уплотненная посадка первый томат называется вороний глаз этот томат с оцианом садовая жемчужина оранжевая кнопка балконный красный балконный желтый это два гибрида в основном конечно я предпочитаю высаживать сортовые томаты но эти томаты беспроигрышный вариант гибриды всегда урожайные они практически не сбрасывают цветов также чудо карлик чудо на окошке и детки конфетки и еще высаживаю 4 ампельных томата которые будут меня расти в подвесных кашпо ампелька чарующий каскад розовая гирлянда и алая гроздь вот это выбор на этот сезон для посева я подготовила очень рыхлый питательный грунт он еще влажный видите когда его сжимаешь держится земля в таком комочке но при этом он вот так легко рассыпается каждый сорт я сею в отдельный стаканчик эти стаканчики у меня по 500 миллилитров насыпают чуть больше половины стакана не забудьте в стаканчике сделать дренажное отверстие если вы вдруг перелили растение вот из этих дренажных отверстий выйдет вся влага делайте их побольше если сделаете просто маленькие прорези они бывают просто ну как бы за и ливаются вот этим грунтом и вода не может отходить поэтому отверстия должны быть довольно крупные сейчас я буду проливать грунт в воду я добавила привикур energy если у вас его нет вы можете добавить фитоловин это убережет ваши растения от различных заболеваний а также кстати привикур является хорошим стимулятором для роста у каждых семян своя всхожесть какое-то семечко всходит быстрее какое-то попозже и если вы под посадите вот в один большой контейнер у вас будет неравномерная всхожесть семян а ведь какие-то петельки появились и надо сразу же их ставить под свет чтобы рассада не вытянулась поэтому каждый сорт высеваю вот в такой стакан здесь будет уже много семечек семечек 10 и как только появится первая петелька я этот стаканчик из общего вот такого контейнера буду ставить под свет чтобы семена не вытягивались вот так выглядят проросшие семена им третий день появились вот такие небольшие клювики дольше их во влажном диске уже держать не нужно иначе корешок отрастет длиннее и когда вы будете высаживать его в грунт можно его легко обломать и вы потеряли уже саженец конечно я не всегда проращиваю семена чаще в сезон когда самый конец февраля начало марта когда я высаживаю гномы индетерминантные сорта я в каждый сезон выращиваю примерно 300 новых сортов у меня просто нет на это времени чтобы их еще и проращивать поэтому я их высаживаю сухими семенами единственный минус они чуть дольше всходят поэтому это нужно учитывать когда вы будете рассчитывать срок посева семян а также я заметила что антоциановые сорта семена всходят намного дольше не спешите их выбрасывать пускай они у вас лежат во влажном диске проветривайте несколько раз в день и семена у вас зайдут все семена разложены и сейчас нужно их еще чуть-чуть проснуть раствором но немного и привикур и фитоловин обезгоразить семена ну а сейчас нужно просто прикрыть семена буквально на сантиметр очень рыхлым или торфогрунтом мелкой фракции но с нейтральной кислотностью или можно взять кокосовый брикет размочить его и вот до такого состояния чтобы комочек держался а если коснетесь его рукой чтобы он легко 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 рассыпался вот земля влажная здесь много не нужно буквально на сантиметр распределили равномерно и после этого чуть чуть слегка уплотнили грунт очень сильно давить не нужно нужно просто чтобы семена очень хорошо соприкоснулись с грунтом и в то же время чтобы там был воздух чтобы семена дышали когда вы чуть-чуть уплотнели землю проливать уже ни к чему здесь уже достаточно влаги и этого будет вполне хватать для хорошего прорастания семени не забудьте подписать где у вас какой сидит сорт если это для вас важно ну а после этого просто прикрываем все пищевой пленкой чтобы создать хороший парниковый эффект после того как вы произвели посев нужно поставить семена в теплое место где будет температура 21 23 но не выше 24 можно пока выращивать рассаду без подсветки но вот как только здесь проклюнутся первые петельки надо будет пленку приоткрыть и уже досвечивать рассаду круглосуточно недели две чтобы она у вас не вытягивалась и недельку она пока у вас вся проклюнется пока она пока все семена взойдут стоит она у вас вот здесь на полочке под светом потом лучше всего переставить в более прохладное место где температура будет уже 16 18 градусов тогда рассада не вытягивается но у меня здесь уже поставлен рассадник и я потихонечку начинаю уже выращивать рассаду семян потом все вам расскажу здесь много новинок которые я буду в этом сезоне выращивать впервые на этом все я обязательно буду в дальнейшем рассказывать как развиваются наши ранние томаты а вот здесь на подоконнике уже начинают созревать тоже томатики но за окном еще глубокая глубокая зима на этом все если вам понравился ролик ставьте лайк подписывайтесь на наш канал пока пока